Еще не так давно на Федовскинской фабрике лаковой миниатюры работало более полутысячи художников, мастеров по производству расписных шкатулок. Пик их производства и огромной популярности пришелся на 80-е годы прошлого века. Тогда были построены большие производственные корпуса, которые, увы, сегодня пустуют. Для министра туризма Московской области эта проблема не нова. В похожем положении находятся многие предприятия народных промыслов. Но это наше настоящее достояние. И таких мастеров надо сохранить. Нона Осиповна Кузнецова работает на фабрике с 1953 года. Ее мастерство ценится особо. А начиналось все, как в другой жизни. Потом дети родились и никуда не делась я от этой фабрики. А потом мне так понравилось, что я до сих пор работаю. Ее роспись сразу же находит своих почитателей и покупателей. А посмотреть ее работы можно разве что в музее, где собраны шедевры воистину выдающихся художников. И их наследие, их мастерство всегда передавалось ученикам. Как будет теперь? Ведь на фабрике осталось около 50 художников. А сохранять-то есть что. Это звучит гордо, потому что это сокровище мира. Это мировые шедевры. Я вижу очень большие перспективы в этом. Нашим народным промыслам в достоянии нужен модный приговор. Имеется в виду, что нужно их приговорить и подумать о том, чтобы они действительно стали популярными и модными. Это и вопрос экономики, и организации производства в новых условиях. Но главное, уже создается дорожная карта по выходу из тупика. Промыслом оказывается целевая поддержка. Предприятие в последнее время испытывало большие финансовые сложности, финансовые трудности. Правительством принято решение и выделена была субсидия предприятия в этом году. И предприятие вышло из процедуры банкротства. Самое главное, что у правительства есть желание возрождения подобного художественного промысла Подмосковья. Сегодня внимание к художественным промыслам становится частью государственной политики. Иначе и быть не может. Ведь культурное наследие – это не прошлое страны, это ее будущее. Сергей Берзин, Денис Петров, Первый, Мытищинский.